Апошня новины Гомельщины в материалах корреспондентов телерадио компании Гомель. У студии Наталья Игнаценко, витаю вас. Миссия международных назиральников АДБСЕ сустрелась с сегодня с членами Гомельской областной комиссии по выборах президента Республики Беларусь. Баки обмерковали некоторые пытания проведения выборчай кампании в регионе у тымлику на территориях, які потерпели у вынику Чарнобыльской авары. Что цікавить международных назиральников и чем зараз займаются выборчай комиссии, доведался Олег Синтероу. На початку сустречи международных назиральников и членов областной выборчай комиссии огульная информация. Сегодня на Гомельщине працуют 26 территориальных и 1070 участковых комиссий, в составе яких крыху больше 11 тысяч человек. Задача зараз – створить для всех кандидатов ровные умовы для агитации. Только в Гомеле для этих бед вызначены 20 помешканев для сустреч с выборчиками и 10 плясовок для организации митингов и пикетов. Плюс больше 100 мест для размещения плакатов и листовок. Тут главная умова – доступность для людей на тех же припинках громадского транспорта, например. По информации областной выборчай комиссии, зараз на территории региона больше-меньш активную агитацию проводить трое из четырех кандидатов у президенты. Наиболее активно сегодня проводят, конечно, агитационную работу доверенные лица действующая президента Республики Беларусь, Лукашенко Александра Григорьевича. Встречу пикеты проводят доверенные лица Короткевича Татьяны Николаевны, Гадукевича Сергея Васильевича. Что-то из-за выборчих участков, то уже сегодня практически усеяны, готовые до початку попереднего голосования. Завершена проверка списов выборщиков, людям накированы ответное запрошением. Правда, поколь на самих участках не жмотлюдна. Некто находится на своих основных процедных местах, некто – на учебе. Немаловажный элемент подрактовки до выборов – проведение тренингов с членами участковых выборчих комиссий. Причем, когда ранее на их основном выучали законодавство, то зараз это больше деловые гульни за моделированием всех ситуаций, которые могут возникнуть подчас голосования. Члены в миссии международных наглядальников от АБСЕ цекают все, каким чином можно будет трапить на участки, размещенные на территории войсковых частей, какие политические партии вылучили своих представников у состав выборчих комиссий, каким чином будет организовано голосование на потерпелых территориях, где проживают так званые самоселы. И одночасовые парады на штат размещения списов выборщиков не только на участках, а и на сайтах территориальных комиссий. До речи контролировать ход выборчей кампании на Гомичине будут 4850 так званых внутренних надзиральников и неколько международных миссий. Наши наблюдатели, они у вас постоянно работают. Мы очень серьезно наблюдаем факты. И все эти факты мы будем их написать в конечном итоге после выборов. Олег Синчуров, Валерий Япанько, телерадокомпания «Гомель». В Уельском районе отбылась 12-я сессия Гомельского областного совета депутатов. У ее приняли в дел члены Совета Республики и депутаты национального схода, старшини районных советов депутатов. Удельники обмерковали рациональные и эффективные подходы в использовании земельных ресурсов региона. А в конструктивных пропоновах материал Дмитрия Котова. Главная мета работы по доброму парадкованию – найти господара каждого квадратного метра земли, якая не выкористовывается. Кабу будущим яна приносила экономичный прибыток. У вёсцы-половки Млыноцкого сельсовета на даденый момент проживая у сего 14 человек. Засталося шмат закинутых будинков и пустозелля. Однако становище, якое назиралося летость, худко выправили. А кроме того, что полностью навели парадок, поспели отримать с этой земли первый уроджай. Активная работа протягивается зараз и в остальных вёсках. За этот год у нас было снесено 113 домовладений. И вся земля, буквально до гектара, передана, получается, 57 гектаров передали в земли сельхозоборота и 13 гектаров в лесхоз. И вы прекрасно можете увидеть, что сегодня земли обработаны. С этой земли уже был собран урожай. Урожай, я считаю, для первого года неплохой. В уголе за последние четыре годы в Ельском районе было снесено амаль 1300 закинутых домов. Земля, где находились будинки, долгий час не пустовала. Амаль одразу и она была передадена у господарший оборот – сельхазпродприемством альбо лесгасом. Прежде чем производить снос в населенных пунктах, мы определяем земли, которые освободятся после сноса, куда их. То ли в лесное хозяйство, то ли в сельскохозяйство. Если земля плодородная, то, конечно, мы отдаем, в первую очередь, сельхозпроизводство. Ну, а где пески, как говорят, неудобицы, мы решаем и отдаем, конечно, в лесное хозяйство, так как лес растет даже сосна на песках. Цель наша общая заключается в том, чтобы мы объединили все свои усилия, как власть, так и наше население, в деле наведения и поддержания порядка. Земля должна приносить пользу, в чем бы она ни заключалась, будь то экономика, будь то какие-то социальные моменты. За последние два года у сельгазоборот в области было передадено больше за 40 тысяч гектаров земли. Проведение выездной сессии на территории Ельского района – добрая махчимость на практице ознайомиться с работой, которая проводится по доброму порадкованию и поделиться своим опытом. И когда компетентные особы объединивают свои намагания, это значительно спрощает выражение огульной задачи. Самая главная цель, чтобы люди, которые проживают, в том числе в глубинке, чувствовали себя комфортно. Поэтому я уверен, что сегодня сессия удалась. Много увидели, я общался со своими коллегами, с депутатами областными, значит с районными. И вот вижу то, что польза от этого очевидна. Люди что-то подчеркнули для себя, что-то извлекли, какие-то, может быть, моменты, которые потом в дальнейшей своей практической работе будут применять. Дмитрий Котов, Игорь Маришенко, отель радиокомпания «Гомель», Ельский район. Аграры Гомельщины уберут кукурузу до 15-го Костричника. Темпы уборки культуры на силах досыть высокие, засталося не шмат – 40 тысяч гектаров. В господарках Мазырщины плануют справиться с поставленной задачей ранее вызначенной даты. Репортаж с Наравлянских полей в Мазырской господарке «Саугазкомбинат Зара». В этом году кукуруза стратегичная культура за летние засухи потерпела значная частка посевов озимых, перовых и травных укос. Так что ставка на кукурузу себе оправдала, хоть у «Саугазкомбинат Зара» и она давно уховоры. Лето было сухое, весна была сухая и зерновые колоссовые пострадали очень сильно от засухи. Поэтому вся надежда на кукурузу. На сегодняшний день намолочено 7800 тонн зерна кукурузы. Урожайность по Мазырскому району в нашем хозяйстве сложилась около 70 центнеров с гектара. Здесь, на Равлянском районе, где засуха была более жесткой, здесь поменьше. Кукурузу наносение носилось на зерне. Это поле у Нараулянском районе отведено миновито под ягом. Эдуард Черновец – водитель на адвозце. До заповедного лидерства на уборце не хотелось совсем не шмат. Мужчина не отчаивается. Напереди еще шмат працы. У передовики обовязково выбьется. Закончили зерновые. Две недельки-три было передышки. Подготовили технику и перешли на кукурузу. Кукуруза наросла в этом году. Урожай хороший. Стараемся вывести все до последнего зернышка. А вот экипаж Александра Высоцкого и Юра Борисенкина уборце кукурузы на зерне намолотил больше за 2000 тонн. На сегодняшний день в засеках салгасокомбината «Зара» 7800 тонн. Заранена сотни на тысячи тонн опереживая инши господарки. И не только по сбожи, а и по норыхтуцы носилась. Науковцы Белорусской сельско-господаршей академии доказали. Убирать кукурузу треба тогда, когда вага початка ровно вазе стебла. Миновито тогда отремливается наибольший якосный корм. А у господарца данного кового факту додали свою складавчую. Треба любить свою працу. Комбайнер Андрей Льхимович – абсолютный лидер. Его рекорд – 17 тысяч тонн. Можа претендовать на республиканский масштаб. Если честно, я до сегодняшнего дня не знал. Работаю, работаю, работаешь. От души. Я думаю, что все получится, если работать. Трудно, конечно. Рано стоишь, поздно ложишься. Трудно, что же не трудно. Легко хлеба не бывает. Подоронок от профсоюзов символичный. У шарвонной маицы лидера Андрея у кабине комбайна будет башен из далек. А еще сертификаты по дякам. Профсоюз агропромыслового комплекса уповненный. Район повинен видать своих героев. И это не пафос. У таки тяжкий год – это мужчины, которые работают с ранницы и до позднего вечера с правдными героями. Светлана Грутько, Олег Фитцнер. Телеканал Мазыр. Специально для телерадио компании «Гомель». Протягиваем выпуск. Завтра будет означаться Международный день пожилых людей. З нагоды святой сенья представники Гомельской областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» завитали с подарунками у областный клинический шпиталь инвалидов Айчинной войны. Зараз тут на лечении находится больше, как 70 ветеранов. Подчас встречи с працованным коллективом в шпитале наместник старшины областной организации Республиканского громадского объединения «Белая Русь» Наталья Мамрукова пожадала пациентам и медперсоналу установы мощного здоровья и бадёрасти духу. У якости подарунка у гостей привезли с собой 150 новых наборов упрыгожого фарфорового посуду. До речи, Гомельский областный клинический шпиталь инвалидов Айчинной войны представники громадского объединения «Белая Русь» наведывают регулярно. И они мкнутся максимально проявлять до ветеранов свой клопот и увагу, ладить для них цікавые концертные программы, робить подарунки и приемные сюрпризы. Нам, как потомкам наших ветеранов, нужно жстить прошлое, потому что без прошлого нет настоящего. Тем более ветераны выстояли в такую сложную пору, в Великую Отечественную войну. И после Великой Отечественной войны восстанавливали нашу страну. И благодаря им, собственно говоря, мы живем в такой замечательной, прекрасной стране. Живем под мирным небом. Поэтому хочется таким небольшим подарком еще раз их поблагодарить за то, что они сделали для нас. У фойе Гомельского кинотеатра «Эмяка Линина» открылась фотовыстава белорусского телеграфного агентства «Суверенная Беларусь. Эпоха досягнений». У экспозиции архивные и сучасные фотоработы, які адлюстровывать изменения Украины за опошние 20 годов. Наши корреспонденты ознайомилися с проектом. 50 фотосдымков, які адлюстровують масштаб пирамен у Беларуси за односно невеликих историчных перейд. Черно-белая, зробленная у 90-х, и кольоровая, сучасная. Выстава ориентована на наведывальников розных узростов. Для молодых эта махчимость даетаться об тем, что им рассказывали батьки. На тварах некоторых, правда, и зараз бачно сумнение. Не уже так было. Коли на улицах населенных пунктов парадок, а у крамах выбор на любой густы, гэта успремается як належное. Тяжко поверить, что неколи для набыття самых необходных продуктов харчевания полиции литерально брали штурмом. Вот снимок мясокомбината, открытие магазина, столько людей, потому что талоны, есть было нечего, за деньги ничего не купишь. И всегда сравниваешь, а как сегодня, как сейчас. Сегодня можно посмотреть, вспомнить, как было и как стало в области, в стране, как мы стали жить. Увагу ли для проекта «Суверенная Беларусь» эпоха досягненья у беларуским телеграфным агентстве одобрали 200 фотосдымков, а леоперасованным варианте их 50. Прамысловости, сельская господарка, транспортная, инфраструктура и навука, медицина и узбройные силы. Сдымки адлюстровываются не только усе сферы життя, а ле и досягненья, які отбыліся у их за два опошние десяти годзи. Обстановчих взрухах, дарэш, можно мерковать и по тварах людей, які отрапили объекты. Фотокорреспондент «Белта» Сергей Холоделин пора у новая. Сьогодні я наизусі менше. Люди були мешкозлоблені, ну так, немножко, скажем, потому що жилось плохо і тяжеловато. Тепер гораздо проще. Народу добрий взгляд, добрые глаза, у людей добре отношення к роботі і к окружаючим. Олег Синтюроу, Максим Савін, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания «Гомель». Новини регіона, інформацію об проєктах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашим сайті у інтернеті. По адресі www.tvrgomel.by. І на гэтым випуск завершений. У студии працювала Наталія Ігнатєнка. Усяго доброго і до нових зустріч у ефірі.